Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В концовке хозяевам удалось лишь немного сократить неприличную разницу в счете, хотя спартаковцы сохранили за собой двузначное преимущество Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Глеб Герасименко, на его счету 24 очка Алексей Нестеров отметился 17, у Глазырина 16, а Данил Соловьев оформил дабл-дабл, 15 очков и 10 подборов Серия переезжает во Владивосток, чтобы пройти дальше 16 апреля в четверг Спартаку Приморье необходимо побеждать Самару на домашней площадке, в противном случае решающий матч состоится в Самаре 19 Но в других матчах 1-4 Московская Динамо дома была сильнее Рязани 78-75 Новосибирск обыграл Темп Сумс 83-67, Урал Парму 85-72 Итак, 16 апреля ответный матч 1-4 Спартак Приморье принимает Самару с Гео Начало матча в 19 часов, все приходим в Олимпиад и поддерживаем наших Теперь к футболу, Луч вновь теряет очки В 27-м туре первенство ФНЛ в Нижнем Новгороде Желто-Синий, первыми открыв счет в матче, упустили победу над Волгой На 17-й минуте Александр Павленко реализовал пенальти, назначенный за снос Романа Славнова Затем нападающий в Волге Козлов удачно сыграл на добивании и восстановил равновесие 1-1 А спустя 4 минуты Александр Довня сбил в своей штрафной Илью Кухарчука, за что получил желтую карточку Судья матча назначил пенальти, Леонардо Точин 2-1 После этого поражения безвыдушная серия «Луча энергии» достигла 8 матчей Последний раз команда побеждала в ноябре прошлого года Другие результаты тура на ваших экранах Сразу 4 встречи завершились в ничью Результат сибирского дерби 1-1 Волгарь и Крылья Советов отыграли сухую Наши соседи хабаровские армейцы заработали 1 очко в матче с Балтикой Футболисты Тосно уступили Тюмени Сахалин одолел Питерское Динамо благодаря 2-м пенальти Анджи, победив Химик, еще прочнее утвердился на первом месте Снова оторвавшись на 5 очков от второй команды Замыкая тройку лидеров – Самарские крылья По итогам 27-го тура луч опустился на одиннадцатую строчку в турнирной таблице Следующий соперник – Астраханский Волгарь Матч состоится на стадионе Динамо 19 апреля На минувших выходных на кампусе ДВФУ на острове Русский Состоялся всероссийский турнир по вольной борьбе Владивосток в этом году принимал соревнования в 16-й раз На ковер вышли лучшие борцы из дальневосточного и сибирского федеральных округов А также зарубежные гости из Казахстана Эти соревнования не являются чемпионатом страны Но дают право на присвоение звания мастер спорта Что для приморских борцов является особым стимулом Все приезжают, их по 15-20 человек в весовой категории И они борются для того, чтобы выиграть Но из всех только один может выполнить мастера спорта И вот победители выполняют звание мастера спорта Но при определенной классификации Не во всех категориях Вот сейчас у нас 125 килограмм, 4 человека Там два мастера спорта хороших борются Но присвоения не будет, потому что мало участников Нужно, чтобы было не меньше трех побед В самой тяжелой весовой категории до 125 килограммов В матче за второе и третье место на ковре Сошлись два мастера спорта из Хабаровска Валентин Груздев уступал своему сопернику и в росте в весе Но несмотря на это ему удалось одержать победу со счетом 12-2 Соперник тяжелее У меня 20 килограммов не до веса Соперники все тяжелей Парни систи Ну ничего, техника взяла свою Почти в каждом финале представители приморской борьбы В весе до 86 килограммов подтвердил звание фаворита турнира Юрий Качаян В финальной схватке он не позволил своему сопернику набрать ни единого очка Он же получил специальный приз за волю к победе Соперники хорошие Такое тяжело в игру Стараюсь Тренируемся, готовимся За счет чего все эти опыты? Ну опыт Опыт, опыт Ветеран опыт не умирает Самой представительной на турнире была команда Дальневосточного федерального университета 30 человек Бронза на счету Ислама Магомедова, Сану Мигеева, Кежика Бигзи Наивысшего результата добился и мастер спорта Дмитрий Табаев Известный владивостокский боец смешанного стиля Геннадий Ковалев подписал контракт с крупнейшей промоутерской компанией Бразилии Extreme Fighting Championships International Соглашение о сотрудничестве предполагает участие Ковалева в шести поединках промоушена В прошлом месяце он одержал победу в Сан-Пау над бразильским бойцом Уиллом Голливео Став первым дальневосточником, выступившим на этом турнире Предложение о сотрудничестве от промоушена поступило не сразу после победы в Бразилии А неделю назад Условия соглашения обговаривались в течение семи дней Владивостокский боец сохранил за собой право выступления на региональных, международных и другого рода турнирах в России О первом поединке, который Владивостокцу предстоит провести под эгидой промоушена, пока неизвестно Однако, Владивостокские зрители увидят Геннадия Ковалева в октагоне уже в эту субботу 18 апреля на международном турнире по современному панкратиону в Фитисхарене Где его соперником станет хорватский боец Антон Радман Кстати, стал известен полный файт-карт турнира Поклонники смешанных боевых единоборств увидят пять международных поединков Соперником Акопа Степаняна из Санкт-Петербурга станет голландец Клейтон Энрикес Хабаровчанин Евгений Рязанов встретится с японцем Масахуми Исихара Джамала Курбанова также ждет встреча с представителем этой страны Исао Камиямой Соперником одного из самых перспективных бойцов России Владимира Минеева станет хорват Йосип Переца Начало зрелищных поединков в 19 часов На этом все. Увидимся через неделю и удачи нашим спортсменам!